Здесь другой атлетизм, здесь другая подача, и здесь поменьше защиты, даже несмотря на то, что в таком акробатическом, что ли, виде спорта команды пробуют свои силы, здесь все будет несколько иначе. Ну, хотя как, мы даже пока и представлять себе не можем. Вот тут кто досмотрел женскую трансляцию, она там завершилась словами Натальи Малых, которая обратилась к своему супругу Руслану Быканову, который и предрек, что вот в самых лучших, при самых лучших стечении обстоятельствах, ну, один процент на выигрыш у вас есть. То есть, там, он перечислил эти обстоятельства, так что, ну, это, наверное, не только супругская пикировка, это, наверное, и в том числе отношение пляжников, да, что вот здесь их обыграть, ну, практически невозможно, непрофильным игрокам, а у девушкам вот это удалось. И кубок вызова выгодили волейболистский классического волейбола, так что это дополнительная мотивация для пляжников. И сейчас Олег Стояновский на подаче. Здесь вряд ли тактической подачи, будет часто он оперировать, у него есть разные, будет силовая. Вот таким образом можно, оказывается, этих монстров защиты обыгрывать. Надо быть готовым ко всему. Два казани снизу, и Павел Панков показывает, насколько он четко чувствует длину площадки. 1-1. Волков. Тоже адаптация вот в глине площадки здесь непростая, а вот блок Ильи Власова здесь будет грозным оружием. Но мы все это у девушек видели. На блоке, конечно, посильнее классики, в том числе и постановки группового блока, вот эти перемещения скоростные. Это то, что на песке есть, но совершенно в другом виде применяется. Поэтому, конечно, нападающим тут надо искать вопрос, где искать уязвимое место. На другом краю сетки вроде связующий расположился, блокирует. Но мы знаем, что Павел Панков, это не маленький блок, далеко. Так что придется постараться. Если заглянуть на рейтинг, то здесь вот действительно все первые номера. Немножко он отличается. Там, видимо, какие-то старые турниры учитываются. Я вот не знаю, где или какие-то турниры, где в других сочетаниях игроки играли. Потому что рейтинг он все равно индивидуальный. Так вот, первый Илья Лешуков, там чуть-чуть меньше очков его партнера Олега Стоиновского. Семенов отсутствующий. Потом Красильников, Вячеслав. И вот мы с Кифтой пятый в этом рейтинге. То есть по совокупности выступлений у него очень хороший такие суммарные показатели. Я вот не знаю всех нюансов, как этот рейтинг составляется. Но вот ориентируемся просто вот на порядок расстановки, что ли. Я думаю, что он как-то информативен должен быть. Ну а Ирхипов, Веретюк, молодая пара, которая в этом году очень серьезный прорыв в предыдущем своим немалым успехам добавила. Несколько финалов на финише сезона. И они хорошо там должны были подняться. И к тому же здорово, в хорошей форме находится. Вот как раз двух заменивших игроков пара вчерашних финалистов и заменила. Распределившись по командам. Распределившись по командам. Ласов 4-4. Ну похоже начиналось все так в равной борьбе и там. Но мы уже наверное где-то представляем, что большой-то разницы не будет. Так что вот там забрасывали условно обманными ударами, никто не мог их прочитать. Или эти забьют там пляжников своей там мощью, высотой атак или блоком. Нет, тут будет масса нюансов. И тут в конце концов тренеры есть, которые могут эти нюансы еще и подраскрыть. Брянскому там наверное как и Вербулу больше по психологии поработать. Вряд ли там нюансы какие-то такие уже не могут каких-то приоткрыть. Хотя играть четвером это все-таки нечто другое. Здесь как раз вот Тарас Моискиев, который в Снежном волейболе много играет, побольше этой практики имеет. Там ну тактика где-то примерно похожая. Понятно, что разные совершенно виды спорта. Но по расстановке, по подходу, там по зонам ответственности элементов каких-то. Волков. Ну пока ищет свою подачу, потому что силовая-то здесь ну не так применима, по крайней мере. Может быть там где-то подальше будет отходить, может попробует. Ну наверное уже попробовал, какие-то тренировки-то здесь были. Всех нам вчера не показывали, но вот Павел Панков, например, участвовал в награждении во время турнира. После турнира, точнее, награждал как раз динамовских волейболисток. Такой же немножко такой парадоксальный момент, но тут главный профессионализм. Да, что женский клуб по пляжному волейболу Московской Динамо подразделением мужского клуба является частью его. Но это вопрос и финансирования больше. Но это одноклубники, одноклубники абсолютно полноценные. Они сетки смотрели, но тут и челленджи у нас вроде побыстрее пошли. Так, что подсказывает, что один челлендж остался. Ну тренеры есть, я думаю они за этим тоже в том числе и должны следить. 8-6. Хорошие смягчения, но вот тут-то быстрее групповой блок разобрались, как устанавливать. А вот эти забросы под заднюю линию, даже со сложных ситуаций, здесь надо ожидать. Вроде бы площадка не такая большая, но поменьше она классическая. Понятно, там 8 на 8, да, на добрых там 15 метров квадратных. Но игроков-то поменьше и перемещаться по песку труднее. Это все нюансы, которые так или иначе надо учитывать. И длины площадки пока не хватает в этом ударе Волкову. И как-то так здесь мы видим, что представители пляжного волейбола захватили инициативу. Им главное было на броке разобраться, остальное они все и так знают. В общем-то они здесь в родной стихии, как ни крути. И первый тайм-аут удар, заранее заготовлен плакат. Но я думаю, это не для Веричука, все-таки, наверное, для Волкова. Ну и элементы тактики, они тоже ведь сходные, но надо просто подсказать. Это... И надо искать слабого блокирующего. Понятно, что тут во всей этой компании пляжной в Стояновске просто скала на блоке. Других таких нет. Получается, ну, Веритюк тоже блокирующий. Его, кстати, есть ли он сейчас на площадке? По-моему, пока на площадке его нет. А так, Лешуков, Красильников, Мыскиев, это все классические защитники. Так что второй блокирующий должен быть слабым местом. Вот их трое располагается, вот за голову. И там Макс разберется. Все, в общем-то, по Дмитрию Федотову нарисовано было в этой атаке. Надо было только хороший прием сделать, то, что обеспечивает Волков. Так что уходить от Стояновского и решать задачи. Внимательно смотреть за тем, как на блоке расставляются пляжники. Ну, который, впрочем, тоже, ведь, свое, имеет мнение относительно каждого эпизода и решает свои задачи. Бывает, да, какие трудности на одном-то блоке, ну, того же Красильникова, когда он против Стояновского атакует, например. А здесь с двойным пока разбирается играючи. 11-7, единственная смена сторон. И вот такие паузы перед розыгрышем не очень понятные. Ну, что, мы перешли, расставились, надо продолжать играть. Вряд ли там какие-то такие серьезные протоколы ведутся, сложные. Коварно. Но готов был Панков и Максим Михайлов. Ну, вот, если у девушек четвертая зона ударная была для классиков, там, где доигровщик расположен, Ирина Капустина, в частности, то здесь понятно, что Максим Михайлов требует особого внимания. Ну, понятно, что там Волков, ну, все большие мастера, чего уж там перечислять. Но пока вот главный блокирующий против четвертой зоны располагается. Вот как раз Архипов появляется для выполнения подачи. Она у него хороша. Я думаю, что это вот может быть какая-то такая точечная помощь. Появилась защита. Есть смягчение у Красильникова. Ну, а Стариновского один в один закрыть трудно, но он попал по блоку. Мяс не звал, вроде бы улетел, но было касание. Так что вряд ли 9-11 сейчас счет, если до этого какой-то ошибки не было у Пляжников. Да нет, здесь касания сетки нет, чисто, но и здесь все чисто. Так что счет 12-8. Вообще, конечно, в этом матче количество призеров Олимпийских игр ни в одной стороне, пожалуй, не организуешь. Подобного, чтобы в двух разновидностях эти были призер. Ну, в Бразилии там так навскидку можно сказать. Можно такой матч придумать. Там найдутся всякие мастера. Тут и у Пляжников призеры Олимпийских игр, чемпионы мира есть. И у ребят есть Олимпийский чемпион, даже Максим Михайлов. Ну и призеры последней Олимпиады. Там большинство состава здесь составляют. Красильников. Прошу прощения, Стояновский распадается. Будет непросто. Все это прекрасно знают. Подачи своей Славин. Не всегда ее используют. Часто очень тактика преобладает в пляжном волейболе. Над риском таким, что ли, в чистом виде. В каком виде его подачи вот такая силовая является. Но когда проходит, это серьезно. Михайлов закрывает Стояновского. Немного кому удается в пляжном туре вообще закрывать его атаки. Разве что Константин Семенов так на равных где-то или близко к тому может с ним посоперничать. Проиграть что-то может. Закрыть его блоком. Но это какие-то единичные моменты. Здесь, пожалуйста, очень быстро прихватили. И пока Красильников, главное, действующая сила у пляжников именно в атаке. Но и в остальном, конечно, у них побольше понимания, что надо делать. Соответственно, поменьше ошибок. Как он там просочился. Вроде бы оставили ему полмяча там на срезе антенны. Но высоко схватил мяч. Есть смягчение. Мыськиф там на быструю атаку пришел. Выпросил буквально мяч у Стояновского. Хотя там где-то вы были и другие нападающие. Ну, можно задержку было фиксировать. У девушек пожестче были подходы к таким эпизодам. И здесь касание сетки, судя по всему, у пляжников. 14-12. Но адаптируются наши представители классического волейбола потихоньку. Но адаптируются и к их атакам. Да не первое уже смягчение, кстати, на Михайла. Если первую пару-тройку атак он там провел без сопротивления, по сути, сейчас не поднимается вовремя. Здесь высоту использовать не так просто. С песка оттолкаться это отдельная история. Тут очень тайминг прыжка важен. И Алексей Архипов на блоке пристроившийся это показывает. Потому что он как раз по Лишокову играл один в один. Но здесь чаще всего в центре сетки. Одному придется, помощь с края у классиков будет. Но успевать трудновато. Так, здесь что? Касание сетки при выполнении этой передачи. Вот в чем дело. И все преимущество очень быстро улетучивается. 14-14. Так что все нас ждет в рамках такой боевой интересной концовки. Спасибо, каждому, ребята. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте. Мы тебя освобождаем. Особождайте, чтобы не только таковать. Поехали. Поехали. Ну, слышали вы, Константин Брянский вмешался в мир универсалов пляжных. Освободил от приема по возможности, конечно же, Олега Стояновского. То есть, где подача не быстрая. Можно троем там перестроиться, принять спокойно. Чтобы освободить его для атаки, он все равно будет главной ударной силой этой компании. И еще один блок Архипов, ну, с Панковым в паре. Вот такая находка. Дмитрия Федотова. Ну, тут Архипов больше имитировал, Панков сам разобрался. Их 24. Михайлов. Вот как раз Стояновский в атаке. Ну, и там в центре все-таки пониже блокирующий у пляжников, у классиков. У них такой пока подход. Все равно понимание, чтобы успевать на групповой блок непросто. Особенно в отсутствии Власова. Будет Власов. Понятно, кто в центре сетки расположится. Ну, вот Архипов как раз его подменил. Поэтому автоматически на него все и функции перешли. Центрального блокирующего. Тройной блок на Волкове. Нет, тут не так все просто. Не хватило касаний. Вроде бы защищались до конца. Так что Стояновский этим забросом под задней линию своего добился. Ну, и, наверное, с небольшой поправкой может еще этим пользоваться. Потому что он не самый, там, восьмой метр явно этот мяч направлял. А умеет. Вот это очень хорошо. Пляжники чувствуют длину площадки. Веретюк появился. Вот в белой бейсболке его хорошо видно. Опять же под Михайлову. Там чуть-чуть. Вот он как раз блокирующий в своей паре. Вышел ровно на один мяч вместо связующего. Вот такая взальная замена. Да, усиление блока. Здесь можно несколько раз это делать. Ну, практически через розыгрыш при большом желании. Толиста взамен не ограничена. Так что для тренера может непривычный момент. Но он быстро может к этому приспособиться и использовать. Ну, уж, по крайней мере, при определенных подающих игроках это, наверное, какой-то смысл имеет. Теряет архипов подачу. Ну, у него очень стабильная вообще силовая для пляжного волейбола. И практически в каждой игре эйсы есть. Здесь, конечно, принимающих побольше, посложнее. Но это тот фактор, который пытается использовать. И тот, кто знает, что делает. И доверяет его. Это супер волок. Покончали, покончали, друзья мои. Супер, супер. Левой рукой с первого мяча. Ну, вот тот, наверное, момент, который очень часто мы видим на песке. Когда блокирующий с подачи идет, с первой передачи идут атаки. Он здесь мало применим. Потому что блокирующих много. Можно заменить, да, того, кто это обычно делает. Оставить на задней линии, теоретически. Хотя мы видим, что пытается успеть. Но если такой двигающийся игрок есть, вот такие, как Павел Панко, спокойной левой рукой владеющие, могут пробовать это делать. Элемент неожиданности, в конце концов, никто еще не отменял. И он достаточно регулярно работает. Собственно, все обманные удары, связующие в классическом волейболе, они на этом-то и строятся. Элементы неожиданности, большей частью. Ну, там под этой определенный такой уровень приема, что ли, кто-то и любит, когда на сетку доводят мяч, чтобы эта угроза была. Есть игроки, мы знаем прекрасно, кто умело этим пользуется. Даже не обманывая, отвлекает на себя блок. Нет, так тут не пройдет. Тайновский, наверное, ни в одном матче по пляжному волейболу у него столько атак не бывает. Все стараются минимизировать его атакующую игру. Когда два игрока, мы понимаем, это сделать просто, подавая в другого, ему и третье касание будет доставаться. Вот как раз он с Лишаковым часто с первого мяча атакует. Здесь тройным блоком на него уже идут. И, повторюсь, Олег вот пощупал длину этого обманного удара и будет использовать ее время от времени. Потому что ломиться вот через этих игроков достаточно непросто. Вообще, вот такое ощущение, что тут Вячеслав Красильников быстрее всех. Суть игры 4 на 4 ухватил. И в атаке, и на блоке вот прямо органично очень смотрится так. Ну, пока у нас первый сет завершен. 1-0. Вспоминается такой похожий тайм-аут у женской команды по классике. Они проигрывали. И там, как раз Юлия Паскальная, так горелок всех накручивало. И ведь смогли завестись, смогли потянуть. Здесь в третьей партии просто там великолепно играли те и другие. Вообще, очень яркое зрелище получился женский матч. Там мяч, естественно, подольше в воздухе держался. Побольше такой супер защиты было. Здесь у сетки все равно основная игра у мужчин. У сетки идет. Но это тоже очень интересно, конечно. Разные зоны для атаки, видимо, идут по несколько нападающих и в один темп зачастую. Вот это уже без шансов. Очень удачно отзащищались. Но тут такая больше защита может быть и на рефлексах. Она в мужском волейболе часто встречается. Честно говоря, на повторе не можешь понять, как на такие вещи можно реагировать. Вернулся Илья Власов в стартовый состав. Но это всю длину сетки. Пусть она метр короче там между антеннами ему не перекрыть, конечно. Нет, здесь так легко высоту не используют. Вот скажи кому, что там Тарас Майскиев может достать в зале до Ильи Власовой атаки. Не будет такого, скорее всего, никогда. А здесь на песке, возможно, все. Так вот где-то схематично подходить, переносить все. Из зала на песок не получается. И быстрая контратака с широкой передачей. Высокой Стояновскому. И там его снова не достать. 3-0. Тут вроде представитель разных ампуа. Но так вот теоретически, конечно, комплектовать такую команду мы видим. Вот как, глядя на то, как пляжники эти сделали. Да, вот есть такая явная ударная сила одна. Может быть, а вынужденная комплектация, я не спорю. Но, тем не менее, это работает. Это очень хорошо смотрится. Остальные универсалы настоящие. Вот тот, кто защитник в пляжном волейболе, те все обязаны уметь. Их заставляют много атаковать. Они защитники. На блоке тоже нет-нет досыграют. Но это все-таки не главное. Здесь надо делать и это. Плюс подача у всех должна быть. Тому же, невзирая на амплуа основное, на высоком уровне. Просто некого попросить вместо себя это сделать. Стояновского заставили принять. Но это никак не помешало его атаке. Очередной 4-1. Олег пока над схваткой находится. Но, как ни крути, выделяется. Он и в нашем туре, конечно, выделяется. И своей тропометрией, и при своих данных огромных. И координация великолепнейшая. И блокирующий незаурядный. И это никто у него не отнимет. И я думаю, что никто из классиков так здесь на пляже не сможет блокировать. Потому что есть еще и масса нюансов, как мы понимаем. Так что вот, если подсказывал там вначале, что надо уводить атаку от Стояновского на блоке, то это уже как-то подзабыто. А Олег-то никуда не ушел. Так что придется, видимо, сейчас напомнить Дмитрию Федотову никуда не деться от этого. Что не надо усердствовать, там много выводить в атаку. Понятно, что Волков вроде должен много атаковать. Но на таком блоке... Вот! Кто не успел? Мы сейчас... Все камеры на вас, ребята. Все доведены. Все веры, веры, ходим в фольгу. Хом подарит, хом подарит. Ну так, какие-то такголоски доносились. Ну да, да, на эту тему шел разговор. Там последняя фраза на Макса тоже подтверждается. Эта мысль завершается. Тут, может быть, и быстро в центре сетки логично поиграть. Вышел Архипов вместо Власова. Тут не для высоких мячей, может быть, для быстрой игры это все. Но как вариант, надо пробовать. Ну и Панков, наверное, почаще все-таки будет вас при высокой доводке эту угрозу делать. Другое дело, что обманный удар, который в классике применимы, здесь нарушением правил большинство из них являются. Поэтому сложновато. Именно ударом. Именно ударом можно. Не прошло у Михайлова. Тут на него свой блокирующий нашелся. Дмитрий Веретюк, который еще и моментально сориентировался. Это тоже часть этой игры. Здесь нельзя даже на долю секунды выбывать. Там, если волейболе, я не знаю, тоже, наверное, нельзя, но бывает, когда немножко на другой части площадки события происходит. Здесь всегда все у тебя. Все у тебя и все рядом. Очередной переходящий мяч уже так попахивает разгромом. 7-1. Хорошая подача. Та самая, которую от Стойновского-то и ждут. Может быть, это не самые сильные, но с высоты нацеленные. Вот это уже посильнее справляется Волков. И опять Веретюк очень близок. По темпу его точно не опередишь. Приходит, надо блок обыгрывать. Пока только удачный отскок от рук. Максиму помогает. 2-7. Так, Веретюк уже за площадкой. Стало быть, вернулся мы скидну. Понимаемый. На блок его пускает Брянский. О чем мы говорили, что это будет часто делаться. Вот тренер уже это поставил, по-моему, в работу. Было касание блока. Ну, по-моему, Тарас Майскиев руку поднял. Признался, наверное, чтобы временно это не терять. Ну да, не связующему все-таки закрывать Михайлова. То, что он закрыл Власова уже достаточно. Может где-то фотографию поискать у фотографов, если кто сфотографировал, и повесите себя в рамку. А вот этот накат, и все вот туда, по линии, в пятую зону. Если оперировать языком пляжного классического волейбола, через блок один защитник. Это очень мало. Тем более, ну, Михайлов универсал, конечно. Ну, всю заднюю линию ему покрывать. Защитник один и в пляжном волейболе. Но там целая тактика выстроена с блокирующими у него. От блока куда ему бежать и перемещаться. Здесь, понятно, это трудновато сделать. И вновь Власов пытается искать высоту. Да нет, здесь, наверное, техника важна. Вот Илья никак не может подстроиться под эту особенность вида спорта. 9-3. Очень самолюбивые все люди. Касание блока будут смотреть. Не думаю, да, не думаю. Скорее всего, это пауза, потому что таймаутов больше нет. Все показания блока. Ну, это время и для полноценного таймаута, как мы понимаем. Не только для тех, кто берет. Константину Брянскому какие-то свежие идеи. Все равно по ходу игры ведь приходят. Так можно, наверное, продумывать. А что-то вот прямо находясь у площадки, все равно новое увидишь для себя. Было касание. Повезло здесь Илье. Так что доволен он. Ну, разделим его. Радость полегче ему будет и в следующих атаках. Обратная замена. Вот тут большого как раз меняют для работы на задней линии. То есть вот как замена Либера в классическом волейболе. Буквально через розыгрыш. Веретюк выходит на блок. Но Архипов там подольше находится на площадке. По низкой мячей играет. А вот и блок у Волкова. Не будем забывать его эти умения. 5-8. Только что 7-1. Казалось, ну, совсем все страшно может быть в этой партии. Причем закрывает не кого-нибудь, а Олега Стояновского. Что заставить должно, по идее, конечно, задуматься связующего игрока. А что же делать дальше? И вновь Стояновского. И снова один в один Волков. А сейчас уже и трибуны будут с синими. Он умеет их привлечь на свою сторону. Ну что ж, закрыли основного нападающего. Надо искать варианты. Хотя бы вот в короткой такой, что ли, ситуации надо что-то передернуть. При хорошем приеме он есть. Стало быть, Тарасом из Киева, поискать другой вариант. Какой-то, может быть, более скоростной. Хорошо же атаковал Красильников в первой партии. Как-то в этом, кстати, все в одно русло поставили. А сейчас будет двойной блок против него. Архипову там с накатом не обыграешь. И Волкова выигрывает блок. Ну вот как... Наверное, он должен был завести команду. Ну, мы так это предполагали еще при представлении игроков кому-то за эмоции отвечать. А для него результативный блок для самого способ. Да, вот это вот состояние прийти. И сейчас будет интересно. Уже интересно. 7-8. Ошибается, Архипов тут подержать бы подачку. Она, понятно, у него скорее такая агрессивная. Но можно какой-то плотный накат все равно найти. Такой промежуточный что ли вариант. Совсем просто здесь подавать нельзя. Это понятно. Ну вот, когда такие трудности в нападении, терять подачу, это, конечно, ошибка. Что я снова верить, Тюк Михайлова закрывает. Ну, у каждого тут свой маленький праздник сегодня. Потом можно рассказывать. Посматривая так матчи из зала. Ну, а что там сложного? Я его два раза один в один закрывал. Стойновский начинает ошибаться. Его действительно уже дернули. Очень прилично. И хотя преимущество его команды, сам он немножко из душевного такого равновесия выпал. Легких мячей у него не будет. Потому что на один блок его никто не оставит. Это уже понятно. Там работа кипит. В том числе и в треннинский штабе классиков. Федотов вообще такой достаточно во время тайм-аутов активный наставник. Очень много успевает донести до своих подопечных. И все по-разному перерывы эти проводят. Уже трудно дать. А что такое? Что такое? Игра на чужой стороне. Не согласен. Но орбита решение принял. На самом деле не было там ничего этого близко. Вот видите, да, наоборот. Даже руки не стали переносить и тот, и другой. Но это не проверишь. Это уже представитель Иксаха приняло решение. Это судья из пряжного волейбола. Одни его прекрасно знают. Чисто все было. Я не соглашусь. Ладно. Арбитру виднее. Всегда давайте с этого исходить. Просто очень красивый эпизод. Не так его надо завершать. Ну не с этой точки нам тоже опять же оценивать нюансы этого эпизода. Понятно, что надо проекцию сетки смотреть. Красильник. Ой-ой-ой. Нет, нельзя. Два касания делать. Волковь же сделал красиво. И поборолся. И опять же должно это вдохновлять и его партнеров. Но это вне правилу. Это два касания. Раз, два, три. Поехали. Быстренько, быстренько. Смена сторон 11-9. Но уже не так все очевидно в этой партии, как было к счету 7-1. Понятно, что не развалятся пляжники. Там Константин Борианский все внимательно смотрит. Я к тому, что не будут они дальше так проигрывать сериями, как у Стояновского это получилось. Его заставили это делать. Сейчас вот он как раз там на подачке. Чуть дух переведет. Пауза вот эта. И вернется с новыми силами в атаку. Еще может из подачи что-то сделать. Пока сделал ошибку. Подсказывали вроде Стояновскому, что аут как-то для себя он по-другому рассудил. Но имеет на то право, хотя вот извиняется. Видимо, все-таки так потом осознав, что был неправ. Ну, разве что трудно. Атаку партнеру оставил. Красильников опять. Ну, где он там находит? Вроде руки плотно стоят. А ведь пролазит там через этот частокол. 12-10. Представитель волейбольного клуба. Бейтесь сезонапы. Тут два игрока. Факела. Стояновский-Лешуков. И на блоке. Омнинский парень. Не жалей, не жалей. Дмитрий Веретюк. 13-10. Три блока уже поставил одиночных. И вот встроен на этом тактику. Что там нигде не Стояновский пасует туда. Но ведь классно Веретюк на блоке играет. Так, ну почему же опять пауза? Не разбирается, чья очередность. То есть Некрасильников должен был подавать. Что, стоять очко назад открутят? Или то, что уже сыграно, то сыграно. Ну не знаю, там сейчас вот не внутри я этой беседы нахожусь. Счет там где-то вот на табло, наверное, правильно. Есть на судейском столике. Он нам пока в кадр не попадает. Продолжаем играть, ориентируясь на те цифры, которые есть. Потом их, если что, поправят. Главное, что продолжают биться. Классики и Волков с какого-то момента просто делает все великолепно, безупречно. И главное действующее лицо в своей команде, безусловно. Пока там переживает Максим Михайлов в своей отдельной неудаче. Волков ловит эмоциональную волну прекрасную. Ну вот здесь красительнику уже с отведенного мяча найти прореху в блоке потруднее. Даю, наверное, и не было. Михайлов с Панковым вернули должок. И разрыв сократился. Антенну мяч заделал, поэтому мог себе позволить Рассильников ногой мяч задел. Не сразу это заметно, но там траектория немножко изменилась. Волков ловит эмоциональную волну. А знали ли мы, что они серебряные призеры Кубка России, бронзовые призеры чемпионата России, ковар и молодостник гул? Пожалуйста, вот такие титулы есть у Лешукова из Демовского. На секундочку. Михайлов продолжается его битва с Веретюком. Но на сей раз Максим уже не так прямолинейно атакует. Пытается и в край блока. Вот это он имеет, конечно, по пальцам играть. То, что у пляжников навыков нет. У диагонального это должно быть достаточно высоком уровне развито. Но не получается по высоте. Ну, данность такая. Песок здесь, другое отталкивание. Другая высота атаки. У Максима такой атлетичный очень разбег. Здесь такой не применишь. Значит, по пальцам что делать. Вот там касание. Задержка. Да, захват мяча. Двойное касание. Наверное, Власова. Вернулся он сейчас на блок, чтобы на Стойновском поработать. И, наверное, заставил Олега все-таки в какой-то степени вот этот обманный удар делать. Хотя сам с качеством передачи не справился. 15-13. Красильником хорошо читает. Веретек. Попал, по-моему. Нет, все-таки аут. Будет ли челлендж? Ну, нет, похоже. Мое вперыве впечатление осталось единственное. 15-14. Ну что, будет рисковать на подаче волков? Так, наверное, он уже для себя адаптировался? Нет, все-таки планер. И этот планер тоже летит в аут. 16-14. В концовке уже эти эпизоды считанными становятся. Как и ошибки на них. Низко, низко. Ну, по темпу тоже не опередишь. Но стоит игрок. Все равно второй не придет. Здесь ускорение передачи мало что дает. Кроме того, что Михайлову не оставило времени, кроме как в ход атаковать. Пополнило только эту статистику Веретюка положительную. 17-14. Ну и разрыв, да. Вот концовки все-таки плюс 3. Получить сейчас боевая подача у Стыновского. Он очень к этому стремился. Могло быть совсем все худо. У классиков. Вот так бороться-бороться. Тайм-аутов нет. Помним, и рано был потрачен. Здесь, конечно, Михайлов свою еще и боевую подачу не может использовать. Да, вот видите. Да и Волков тоже, мы это понимаем. То есть такой серьезный аргумент у классиков отняли здесь. Сложный планер даже здесь более актуален, наверное. 18-15. Очередные перемещения между блокирующим и связующим. Пошел Веретюк к сетке. А мы с Киев подаст. Вот такая конфигурация этой замены на сей раз. Мы с Киевом на подаче оставили. Может он Скайболл попробовать? Нет. Не для этого его оставили. Хотя он специалист. Атака с первой передачи. Классика пляжа в исполнении классиков. 18-16. Охотник на Михайлова. Сегодня такой уплывал Дмитрий Веретюка. Ну что ж, сейчас подача. Но ошибаться нельзя, как минимум. Поэтому вот насколько на вложится сейчас Архипов. Да не боится он ничего. Это он не раз на корте доказывал. Стариновский. Все-таки высота у него неплохая. И обман на удар с малой траекторией совсем идет. Здесь переносом рук старается играть. А он все-таки повыше точку касания ищет. С этого достаточно перекатывает этот блок. 19-16. Илья Лешуков. Ошибается Волков. И вот эта ошибка может быть и роковой. Так долго он тащил в этой партии команду на себе. С большим энтузиазмом. Но вот сутболов-то многовато. После этой ошибки оказалось... Лешуков. Матчбол даже не только сутбол. Но это мы понимаем. Вторая партия. Здесь касание сетки. С первого не получилось. Хотя Веретюк опять свою миссию вроде бы исправно выполнил. Но на сей раз помарка с небольшой. И у Панкова же нет здесь фирменной подачи. Которая вот даже при минус 3 Динамо верит, что можно изменить. Ну и болельщики динамовские тоже. Что изменить можно все. Рискует. Но неприменимо это в этом виде. Ну что ж. 21-17. Как и в первом сете. В пользу команды пляжников. Здесь наверное навыки берут верх над мастерством. Как ни крути. И Константин Брянский со своими подопечными празднует. Победу. Ну что ж. Наверное справедливо. Женский кубок вызова достался классикам. Муской пляжникам. Есть о чем подумать. И наверное через годик повторить. Посмотрим. Будем ждать. Если это произойдет. Будем ждать с интересом. Ну а пока на этом с вами прощаюсь. С вами был Владимир Стиско. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин